Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов и сегодня у меня на обзоре онлайн экшен, посвященный авиационным битвам под названием Modern Warplanes. Игра сделана отечественным разработчиком, которого вы возможно знаете по игре Block Tank Wars. Своей новой игрой он поднял планку выше сразу на несколько уровней, и сейчас вы в этом сможете убедиться. Modern Warplanes представляет, как я уже и сказал, экшен, в котором вам предстоит участвовать в воздушных сватках, находясь за штурвалом истребителя. В игре присутствует два игровых режима, это мультиплеер и выживание. В режиме мультиплеера вы сможете принимать участие в полномасштабных онлайн битвах с другими реальными игроками, обстреливая их самолеты и уходя от вражеских атак. В режиме выживания вам необходимо уничтожить как можно больше волн наступающих на вас противников. Кстати, в этот режим вы сможете играть без активного интернет-соединения, что лично меня очень сильно радует. В обоих случаях время боя ограничено емкостью топливного бака вашего самолета, который можно пополнить просто оставив самолет в ангаре или посмотрев рекламу. Управление в игре достаточно аркадно, имеется стик для осуществления маневров, две кнопки, отвечающие за пуск ракет и регулятор скорости. Говоря о боевой технике, то в настоящий момент в игре присутствует 10 реально существующих моделей самолетов, а также еще две модели, которые еще только готовятся к выпуску. Улучшать самолеты вы можете путем замены оружия, которого в игре тоже в достатке. В графическом плане игра выглядит весьма впечатляюще. Самолеты по мобильным меркам хорошо прорисованы и детализированы. Не подвело в игре и окружение, все выглядит, если можно так сказать, весьма живописно. Помимо всего этого украшает игру присутствие смены времени суток, а также различные погодные условия. Геймплей игры хоть и аркаден, но достаточно динамичен и увлекателен. Я думаю, если бы был сделан акцент на большую реалистичность, то все игралось бы куда хуже, ибо справиться с управлением на телефоне или планшете было бы весьма проблематично. Разработчик же пошел по правильному пути и сделал игру максимально удобной для мобильного гейминга. В целом я проектом остался доволен, но ему еще есть куда расти и развиваться. Хотелось бы новых игровых режимов, таких как командные бои или, например, проведение каких-либо совместных спецопераций. И в принципе одиночная кампания, я думаю, при должной подаче вписалась бы вполне себе неплохо. На этом я бы хотел завершить свой обзор и попрощаться с вами. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!